Кэрри Хироюки Тагавы часто называют знаменитым японским кинозлодеем. Именно такие роли пришлись на его карьеру – боевики, триллеры. И вот российские киношники предлагают совершенно другую роль. Реакция Тагавы была незамедлительной. Для меня была интересна сама идея. Как только я познакомился за сценарием, с людьми, стоящими за сценарием, сразу же согласился. Я практически ничего не знал о развитии православия в Японии. Общая картина этой истории меня привлекла. Главный герой ведь идет из тюрьмы ко свету. В фильме Егора Баранова и Реисан по сценарию Ивана Хлобыстина Тагава сыграл японского православного священника, который, спасаясь от криминальных разборок, уезжает служить в Россию. Съемки проходили в маленьком селе Ярославской области, где актер прочувствовал суть России, общаясь с простыми людьми, чистыми душой. «Я сам люблю простой образ жизни», – признался главный самурай Голливуда. После съемок в этом фильме, после глубоких духовных размышлений, Тагава делает непростой решительный шаг – принимает православие. В Москве, в храме иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость, он в крещении выбирает имя Пантелеймон. «Я уже многое обнаружил в православии для себя, и еще предстоит найти. Прежде всего, мир и покой в сердце и в душе, мир самим собой. Я всю свою жизнь провел в борьбе, в боевых искусствах, и для меня важно найти этот покой, который я обретаю в церкви. Именно в России я переживаю большее уважение к людям и духовную близость». На предпремьерный показ собралось много зрителей. Сочинцы, конечно же, не отпустили звезду без автографов и фотоснимков. Все смогли сфотографироваться на память и даже пообщаться с Кэрри Тагавой. А он оставил надпись на площади достижений кинотеатра «Люксор Аймакс» и отпечаток кулака. Во всех кинотеатрах страны фильм «Ирисан. Исповедь самурая» можно будет увидеть с 26 ноября. Продолжение следует...